На этой выставке всё метафора, будто в красочном и интересном спектакле. По образованию Бабур Исмаилов именно театральный декоратор и даже работал главным художником в Большом театре Узбекистана. Оттого каждое его произведение — целый калейдоскоп символов и деталей. Вот образы, словно вернувшиеся из Средневековья, а это квинтэссенция мечты. Пусть даже не у моря, а в маленькой городской квартире, но каждая девушка ждёт алые паруса. Бабур совсем не уделяет внимания психологическому портрету человека, его всегда занимает история персонажа. Для меня важно то действие, где человек проходит какой-то эпизод своей жизни или придуманный эпизод мной. То есть какая-то драматичность истории, какое-то повествование. Я пытаюсь увидеть определённо ту правду нашего бытия, то есть, наверное, это будет очень громко сказано, но пытаюсь её найти и перенести в свои маленькие сцены. Персональные выставки художника видели в разных городах России, а также в Великобритании, Германии и США. В Иркутске Бабур Исмаилов представляет свои работы впервые. Сюжеты для картин живописец находит в повседневной жизни. Рассказывает, главное — быть наблюдательным. Среди красочных полотен на выставке выделяется чёрно-белая серия «Нарративы» и «Новая Мадонна» — образ современной женщины без прикрас. Ей не нужен художник, она не позирует перед ним, она может сесть у зеркала и сделать селфи на свой фотоаппарат. И, значит, конечно, мы видим такой вот прообраз такого рассечённого тела. Я думаю, что в каждой женщине нового времени нашего есть определённое кесарево сечение в сердце. То есть есть определённые шрамы в сердце. И я думаю, что вот та красота, о которой когда-то повествовали великие художники, к сожалению, она исчезает не в женщинах, а в том мире, в котором пребывают женщины. На творчество художника, безусловно, повлияла культура родной страны. Узбекистан — сердце Центральной Азии, перекрёсток цивилизации, где смешались народы, нравы и религии. Удивительный мир таких реальных иллюзий Бабура Исмаилова прогостит в Иркутской галерее современного искусства до 26 апреля.